В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа с большой буквы. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье. И на связи с нашей студией Цви Маген, политолог, дипломат Экспасова Израиля в России и Украине. Цви, добрый вечер. Добрый вечер. Цви в минувшей ночью израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нескольким объектам в районе Дамаска. Объекты принадлежали Ирану. Там хранились очевидно какие-то иранские либо ракеты, либо средства их доставки. Что удивительно, Израиль редко признает сразу, что это наша работа. Обычно армия не комментирует. Тут сразу было заявлено, что это наша. Что это было ответом на попытку диверсии на сирийско-израильской границе. Диверсию готовили бойцы Хизбалы под руководством иранских инструкторов. И вот нанесен этот удар. Но интересен, на мой взгляд, не сам удар. Это, в общем-то, не такая уж новая информация. Эти удары наносятся периодически. А интересно сообщение, которое появилось в арабских средствах массовой информации о том, что Российская Федерация, Россия запрещает сирийцам использовать комплексы С-300 против израильских самолетов. Как вы относитесь к этой информации? Насколько она, на ваш взгляд, верна? Ставим ее на конец. Потому что сначала надо разобраться с разборками Ирана, с Израилем и наоборот. В конце концов, по-моему, основная, самая интересная составная этого вопроса, это почему именно сейчас? Я напоминаю, что уже больше двух месяцев, по-моему, 68 вроде дней, не было никаких ударов со стороны Израиля в направлении Хирии или Иранской. Было тихо. И что вдруг произошло? Произошло то, что произошло. Действительно, Иран вдруг решил ни с того ни с сего, якобы, нанести удар или террористическую операцию против Израиля. И, соответственно, Израиль, разоблачив это намерение, отнесся к нему, соответственно, и не впервые нанес серию ударов по иранским, в основном, объектам. И не только это, и сирийские тоже, потому что израильская сторона обвинила и сирийское руководство в соучастии и в ответственности о том, что происходит на территории. Поэтому в основном досталось иранцам, но сирийцам тоже осталось. Ну, как сообщают средства массовой информации, под раздачу попало несколько сирийских офицеров, которые обслуживали систему противоракетной обороны, которые пытались воспрепятствовать атаке самолетов. То есть эти системы были уничтожены. Значит, не были атакованы сирийские объекты как таковы, были уничтожены системы ПВО. И это не впервые, это постоянно действующий, скажем, эффект, что если открывается огонь по израильским, скажем, вооруженным силам, то получают сдачи. В этом отношении ничего оперативного нового. Тут вопрос, почему вдруг Иран решил нанести, скажем, совершить этот теракт после длительного молчания. И это основной, по-моему, интерес, потому что он затрагивает не только наши регионы, по-моему, все народное сообщество. Как минимум, напоминаю, что в последние дни было заявлено о том, что якобы Израиль уничтожил второго главаря Эль-Каиды в Тегеране. И практически это был, если это действительно так или это так воспринимается Ираном, то это теракт со стороны Израиля в самом сердце Тегерана. Это непросто для них, поэтому это тоже могла быть якобы причина, но я считаю, что этого тоже недостаточно. Но я хочу напомнить, что в последние несколько дней ведутся разные интересные разговоры, включая о Белом доме, о том, что следует так или иначе пристроить Иран. И может даже нанести по нему удар со стороны Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты, то уже Израиль тут как тут, понятно. Я говорю теперь по-ирански, по-персидски. В этом отношении надо было проявить себя, показать свое недовлетворение или что-то там разжечь какой-то очередной виток конфликта в Сирии для того, чтобы, скажем, потянуть туда все мировое сообщество. Перевести стрелки, отвлечь внимание. Поэтому я не знаю, какова из этих возможностей основная, но все их следует учитывать, рассматривать, скажем, вопросы. Я не знаю, конечно, но я считаю, что израильская страна тоже рассматривала это именно так. Что это не просто теракция со стороны Ирана, он к чему-то подурочен и следует, наверное, пристроить и показать, что с нашей стороны есть совершенно серьезное намерение этого не допустить. Это примерно так и следует рассматривать. Поэтому не основной сейчас, как они там ответят или нет, основной сейчас будет ли Соединенные Штаты, например, теперь развивать новые там, следует ли ждать новых развитий событий со стороны Соединенных Штатов. Но была утечка в средствах массовой информации о том, что Трамп планировал упреждающий удар по Ирану, и, в общем-то, если бы, так сказать, не выборы, может быть, это бы уже состоялось. Вероятнее всего. Как минимум, кроме этого, намерение Соединенных Штатов стоит учесть, что разборки в Сирии еще не завершены. И там идет противостояние Ирана же с Турцией и с Россией. И самим режимом АСАД, поэтому не исключено, что Ирана есть намерение заодно подогреть обстановку в Сирии и разжечь какой-то новый виток конфликта. И за это не просто привести стрелки, а начать новые разборки с этим тоже возможности. Но, понимая все эти возможности, следует, наверное, учитывая, что это не конец, это только определенное начало. И поэтому я хочу пару слов об этом С-300, да или нет, к чему-то ведет и что мы будем делать дальше. Я напоминаю, что в Сирии присутствует и, во-первых, ВКС России. В ВКС – это военно-космические силы, и присутствуют там те или иные системы ПВО, которые охраняют российские же базы присутствия. И, кроме этого, в России в свое время были поставлены несколько систем С-300, якобы в наказание Израиля за то, что он в свое время якобы участвовал в сбитии российского самолета. Было дело. Эти системы С-300 после долгого периода, скажем, молчания были отданы все же в руки Сирии, потому что до этого их не допускали просто туда. А в последнее время, с тех пор не было ни разу, что сирийская система ПВО была приведена даже в боевую готовность. Они не употребляют и трогают эти системы, потому что без разрешения России этого делать нельзя. Говорят, что руководят, что экипажи там сирийские, но руководят российские офицеры. Одна из возможностей это то, что там действительно находятся российские офицеры. Вторая, более интересная, это то, что у России с Израилем имеются какие-то там виды взаимопонимания, договоренности, если хотите. И поэтому Израиль не трогает российских систем, ВКС, членов вооруженных сил и так далее. И Россия тоже достаточно аккуратно и осторожно относится к израильскому присутствию. Я должен пояснить нашим уважаемым зрителям вещи, о которых мы говорили неоднократно в этой студии. Что между руководством российской группировки в Сирии и израильским генеральным штабом существует прямая связь. То есть прямая, просто телефон, красный телефон. И любой взлет в направлении Сирии израильских ВВС российская сторона ставится в известность. И аналогично любой взлет российских самолетов на территории Сирии с военной базой на территории Сирии. Израильская сторона получает об этом уведомление. То есть поэтому как бы все заранее знают, кто куда летит. И поэтому как бы вот такое взаимодействие, причем оно очень строго соблюдается. И даже вот в самые, так сказать, критичные дни, когда вот после трагедии с самолетом российским, и то все равно эта линия работала. Да, это действительно с оперативной точки зрения, со спортивной стороны так оно действительно и есть. Но основной причиной является то, что договоренность предусматривает, что Израиль не вмешивается в российские действия в Сирии. Надо соблюдать полную нейтральность, полный нейтралитет в этом отношении. Поэтому Россия вольна делать в Сирии, что со счет нужным. И Израиль, хотя имеет те или иные мнения, что касается настоящего или будущего Сирии, он не вмешивается. В этом отношении в России полная полная свобода действия. Это тоже немалозначимо. Со своей стороны Россия предоставляет Израилю, в его просьбу, конечно, возможность наносить удары именно по иранцам. И почему по иранцам? Это потому, что Иран создает там присутствие базы, которые намерены, направлены против Израиля. Поставляет виды вооружения, создает там разные группировки типа Хезбалла или других. И все это вместе, так или иначе, это противостояние между Израилем и Ираном. И Израиль не намерен допустить реализации этой возможности. Российская сторона тоже не в восторге от присутствия там этих иранских баз? Это другой вопрос. Но российская сторона здесь уважает, скажем, интересы Израиля и дает ему полную свободу действия. Что означает свободу действия? Кроме того, что они повещают друг друга, что Россия не мешает Израилю насытить удары. Если Россия не мешает, то, естественно, сирийские вооруженные силы, как в Сирии, могут вести себя как котят, но они смеют трогать С-300, например, которые находятся под контролем пока России. И не могут проводить других, скажем, видов действий, в которых не заинтересована Россия. Поэтому вот аспект существует, но в нем ничего нового нет. Я имею в виду сейчас вопрос С-300, который был освещен в СМИ. Действительно, это впервые, вероятно всего, продолжится. Но это означает новый итог развития, скажем, противостояния после достаточно долгого молчания на этой территории. И Израиль вел себя по какой-то мере осторожно, и Сирия не вмешивалась, и Иран там разбирался со своими вопросами. И вдруг все это теперь поднимается на новый уровень в какой-то мере противостояния, поэтому все еще может быть. Но теперь вместе с тем я подчеркиваю, что основной вопрос на повестские дня – это что будет, скажем, с Ираном. И не исключено, что он, в основном, захочет, будет заинтересован в развитии именно конфликтной обстановки ввиду тех укрот, которые, по его мнению, и этому всего обоснованному, существуют со стороны и Запада, и Израиля. И можно продолжить эту тему, но, по-моему, картина ясна. Цвин, вот сейчас последние дни были сообщения, что в Израиле начинается военное учение, причем эти учения как раз на севере. Я прекрасно понимаю, что эти учения не были назначены вчера, то есть это плановые учения, но, тем не менее, идет призыв резервистов, несмотря на коронавирус, об этом были сообщения, что люди волнуются, как это будет с точки зрения эпидемии. Но, тем не менее, намечаются очень большие маневры на севере, которые, так сказать, будут проводиться вот вблизи сирийской и ливанской границ. Значит, на ваш взгляд, эти маневры, несмотря на то, что они были запланированы заранее, они, как бы, являются определенным, так сказать, ответом и будет, так сказать, усилена охрана границ в связи с этим на случай вот этой вот эскалации, про которую мы говорили? Ну, когда намечаются или планируются такие, скажем, маневры или призыв резервистов, и об этом повещается в СМИ, это в какой-то мере не просто маневры, это еще и политический или стратегически-политический ход со стороны... Психологическая война своеобразная. Так тоже, и это угроза, это угроза, это предупреждение, это сдерживание, что вот мы готовы в любое время, в любой момент принять вызов и, соответственно, ответим, что действительно происходит. Это только подчеркивает то, что я уже сказал раньше, что объем этого конфликтной обстановки гораздо шире, чем просто тот или иной несовершивший теракт и ответ на него. Это тут новый виток противостояния, угрозы, еще непонятно, куда он будет развиваться, и я из-за этого, конечно, как всегда, готов. Спасибо, спасибо большое, Цвимаген. Я напоминаю, мы беседовали с экспертом, политологом, дипломатом Цвимагеном. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнали Симон.